Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. Мы начинаем цикл из нескольких лекций, посвященных приготовлению хлебопекарного теста. Мы рассмотрим классификацию тестомесильных машин, процесс протекающий в камерах тестомесильных машин при приготовлении теста, а также рассмотрим тестомесильные машины непрерывного и периодического действия, их конструкцию, принцип действия, технические характеристики. В этом видео рассмотрим, что такое замес теста, а также классификацию, тестомесильных машин. В данном видео классификация будет представлена совместно с схематичным изображением тестомесильных машин, но без конкретизации устройства каждой из них. Скорее, эта классификация будет направлена на создание у слушателя определенного представления о том, какие бывают тестомесильные машины. Итак, приступим. Вначале рассмотрим, что такое замес теста. Замес теста заключается в приготовлении однородной массы из муки, воды, дрожжей, раствора соли и дополнительного сырья, которой придаются определенные физико-механические свойства. Для замеса хлебного теста применяются разные типы машин. Каждая тестомесильная машина состоит из трех основных элементов – емкости для замеса теста, мессильного органа и его привода. Все тестомесильные машины по характеру работы делятся на машины периодического и непрерывного действия. По типу емкости – на машины со стационарными емкостями и подкатными дежами, которые в процессе работы могут вращаться свободно или принудительно. По расположению и характеру движения мессильного органа машины бывают с горизонтальной, вертикальной и наклонной осью вращения мессильного органа. С плоским, качательным и сложным пространственным движением мессильного органа. В зависимости от частоты вращения мессильного органа машины бывают тихоходные, имеющие частоту вращения мессильного органа от 15 до 60 оборотов в минуту и быстроходные. С частотой вращения мессильного органа от 80 до 280 оборотов в минуту. В зависимости от вида муки, рецептурного состава и особенностей ассортимента тестомесильная машина оказывает разное механическое воздействие на тесто. Качество работы тестомесильных машин определяют органолептически и по показателям качества готовых изделий. Для замеса густой опары и теста в промышленности обычно пользуются однотипными тестомесильными машинами. Для замеса жидких опар специальными смесителями. Для получения высококачественного теста необходимо процесс замеса осуществлять с соблюдением специфики режима и оптимальных параметров процесса. Интенсивности замеса, частоты воздействия мессильной лопасти и длительности замеса. Высокая интенсивность замеса весьма положительно влияет на качество хлебобулочных изделий. Способствует повышению водопоглотительной способности муки, улучшению структуры мякиша, увеличению объемного выхода хлеба и замедлению его черствения. Повышение интенсивности замеса в тестомесильных машинах может осуществляться следующими способами. Повышением частоты вращения мессильного органа в быстроходных машинах и увеличением длительности замеса до 15-20 минут в тихоходных машинах. Далее подробно рассмотрим классификацию тестомесильных машин. Правильно составленные классификационные группы и признаки облегчают анализ существующего многообразия технологического оборудования для приготовления хлебопекарного теста и позволяют оптимально подбирать тестомесильные машины под конкретные технологические задачи. Известные классификации хлебопекарного оборудования разработаны Лившицем, Зайцевым и другими. Как известно, тестомесильные машины разделяют на машины периодического и непрерывного действия. Первые бывают смесильными емкостями дежами, стационарными и сменными подкатными. Дежи бывают неподвижными, со свободным и принудительным вращением. В зависимости от интенсивности воздействия рабочего органа на обрабатываемое тесто и удельной работой, расходуемой на замес одного грамма теста, тестомесильные машины разделяются на три группы. Первая группа – обычные тихоходные, у которых рабочий процесс не сопровождается заметным нагревом теста. На замес расходуются от 5 до 12 джоуль на грамм. Вторые – быстроходные или машины для интенсивного замеса теста. Рабочий процесс сопровождается нагревом теста на 5-7 градусов Цельсия. На замес расходуются от 20 до 40 джоулей на грамм. И третий – супербыстроходные, суперинтенсивные машины. Замес сопровождается нагревом теста на 10-20 градусов Цельсия и требует либо устройства водяного охлаждения корпуса несильной камеры, либо предварительного охлаждения воды, добавляемой в тесто. На замес расходуются от 30 до 45 джоуль на грамм. Величина удельной работы здесь не имеет строго разделенного ряда, поскольку она на одной и той же машине может меняться в зависимости от длительности замеса. В зависимости от характера движения несильного органа различают машины с круговым, вращательным, планетарным, со сложным, плоским и пространственным движением несильного органа. По количеству конструктивно выделенных несильных камер, обеспечивающих необходимые параметры на различных стадиях замеса, различают одно, двух и многокамерные тесто несильные машины. В зависимости от системы управления, тесто несильные машины бывают с ручным и автоматическим управлением. Далее подробно рассмотрим классификацию тестомесильных машин периодического и непрерывного действия. В этом видео в качестве иллюстрации использованы простые схемы тестомесильных машин, на которых указан дежа и положение и конфигурация рабочего органа. Конструкцию, кинематические схемы, принцип действия и технические характеристики тестомесильных машин рассмотрены в отдельных видео, ссылку на которых вы можете увидеть в описании или в подсказках. Рассмотрим тестомесильные машины периодического действия с подкатными дежами. Тестомесильные машины периодического действия с подкатными дежами получили наиболее широкое распространение ввиду своей универсальности. Замес и брожение теста осуществляется в специальных емкостях – дежах, которые для замеса подкатываются к тестомесильной машине, а затем помещаются в бродильную камеру, где происходит созревание теста. Основным недостатком такого типа тестомесильных машин является применение тяжелого ручного труда по перекатке деж. Эти машины разделяются на следующие группы. Первая группа – тестомесильные машины с наклонной осью месильной лопасти и поступательным круговым движением последней. Тихоходные тестомесильные машины стандарт, ТММ1М, Т1ХТ2А и другие. Частота качания месильного рычага не превышает 25 циклов в минуту и не может быть увеличена, поскольку месильная лопасть в крайнем верхнем положении выходит за верхний обрез дежи и при повышении частоты вызывает усиленный распыл муки и разброс теста. Таким образом, в данной схеме не представляется возможным интенсифицировать замес путем повышения частоты качания месильной лопасти и усиления механического воздействия на тесто. Вторая группа – тестомесильные машины с наклонной осью вращения месильной лопасти, выполненные в виде трубы с пространственной конфигурацией, описывающей при вращении двойной конус. Сюда относится большая группа машин типа ДК. Принятая конфигурация лопасти позволяет более рационально и с повышенной интенсивностью проводить замес пшеничного и ржаного теста. Значительно снизить распыл муки при замесе. Месильная лопасть плавно, без удара воздействует на тесто, периодически его сжимая, перемешивает и затем растягивает тестовую массу. Третья группа – тестомесильные машины с месильной лопастью, рабочий конец которой совершает криволинейное плоское движение по замкнутой кривой. К ним относятся громоздкие тихоходные машины ХТШ и другие. Основным их недостатком является большая амплитуда качания месильной лопасти, доходящая до 70 см и более, что создаёт большие инерционные нагрузки и предопределяет тихоходность. Такие машины в современном хлебопекарном производстве уже не используются. Четвертая группа – тестомесильные машины с месильной лопастью, совершающие криволинейное пространственное движение по замкнутой кривой в виде эллипса. К ним относится большая группа быстроходных тестомесильных машин марок HLK, S125 и S250 иностранного производства. Амплитуда колебания месильной лопасти здесь небольшая, поэтому рабочий процесс может совершаться при сравнительно больших скоростях до 80 циклов в минуту. Принцип воздействия лопасти на тесто допускает существенную интенсификацию замеса. Пятая группа – тестомесильные машины со спиралиобразной месильной лопастью, вращающейся вокруг вертикальной оси. Сюда относятся тестомесильные машины с конструкцией лопасти, которая позволяет повысить скорость и интенсивность замеса. Для выкатывания дежи после замеса крышка с месильной лопастью выводится из дежи путем поворота на угол альфа или подъема месильной лопасти вместе с крышкой машины. Шестая группа – тестомесильные машины с четырехпалой месильной лопастью, вращающейся вокруг вертикальной оси, и одной неподвижной вертикальной лопастью. При подкатывании дежи к машине, ее крышка вместе с месильной и тормозной лопастями поворачивается на угол альфа. К этой группе относятся тестомесильные машины ESI, отличающиеся высокой интенсивностью замеса. Седьмая группа – тестомесильные машины с горизонтальной, цилиндрической или плоской лопастью, вращающиеся вокруг вертикальной оси. Такие машины снабжаются подъемной дежой, которая в процессе замеса поднимается с помощью гидравлического или винтового подъемника и удерживается в крайнем верхнем положении. После замеса дежа опускается и откатывается. К ним относятся тестомесильные машины AMK-150, Гильберта и VPT. Эти машины позволяют вести интенсивный замес на больших скоростях, с частотой вращения до 500 оборотов в минуту. Разновидностью этой группы машин являются машины, у которых привод размещен под дежой. Для разгрузки дежу наклоняют на угол альфа. Такие машины комплектуются месильными лопастями с максимальной частотой вращения до 1000 оборотов в минуту. Тестомесильные машины периодического действия со стационарными дежами. Эта группа машин отличается тем, что после замеса тесто выгружается из дежи тестомесильной машины в бродильную емкость или на транспортер. Машины отличаются сравнительно большой мощностью привода и повышенной интенсивностью замеса. Разделяются на следующие основные группы. Первое. Тестомесильные машины с горизонтальными наклонными под небольшим углом цилиндрическими месильными валами, вращающимися вокруг горизонтальной оси на разных расстояниях. Поскольку эти машины при замесе создают очень большую нагрузку на тесто, вследствие его прокатывания по всей ширине полуцилиндрической поверхности дежи, то последнюю снабжают водяной рубашкой. К этой группе относятся тестомесильные машины устаревших конструкций. Вторая группа. Тестомесильные машины со спаренными Z-образными лопастями, вращающимися в разные стороны вокруг горизонтальной оси. Снабжены стационарной поворотной тестовой емкостью. Они позволяют вести замес при небольшой частоте вращения, но с периодическим приложением больших нагрузок к тестовой массе. Применяются при замесе крутого теста для баранок, пряников и других. В качестве примера можно указать машину ТМ-63М. Третья группа. Тестомесильные машины с шарнирной Z-образной месильной лопастью, вращающиеся вокруг горизонтальной оси и допускающие вращение концов лопасти с различной скоростью. Они позволяют вести интенсивный замес при сравнительно невысоких скоростях месильной лопасти, достигающей 90 оборотов в минуту. В качестве примера можно назвать машину R3-HTI-3. Четвертая группа. Тестомесильные машины, у которых замес осуществляется с помощью многоугольного ротора и витка шнека, расположенных на дне цилиндрической вертикальной емкости, снабженной водяной рубашкой. Для усиления тормозного момента стенки цилиндра имеют специальные выступы. Такие машины могут производить высокоинтенсивный замес в герметичной емкости под вакуумом или при избыточном давлении. Для выгрузки месильная камера поворачивается на угол альфа. В качестве примера можно указать машину Твиди, Англия. Тестомесильные машины непрерывного действия. Тестомесильные машины непрерывного действия обычно имеют стационарную месильную емкость и расположенные в ней вращающиеся или совершающие круговое движение месильные лопасти. Интенсивность замеса здесь может быть повышена за счет применения тормозных лопастей и выступов, располагаемых на стенках месильной камеры. Иногда для этих целей применяют спаренные месильные камеры, в которых лопасти вращаются навстречу друг другу. Эти машины разделяют на следующие группы. Первое. Однокамерные тестомесильные машины с горизонтальным валом и Т-образными месильными лопастями. Относятся к машинам со слабым механическим воздействием на тесто при замесе и ограниченные частотой вращения месильного вала. Поскольку при повышении последней тесто залипает на валу и ухудшается перемешивание массы. В качестве примера можно привести машину Х-12. Вторая группа. Одновальные тестомесильные машины с горизонтальным валом, на котором в начале месильной емкости размещены трапециидальные плоские лопасти, а в конце винтовой шнек, заключенный в цилиндрический корпус. Это позволяет создавать в месильной камере две зоны с различным режимом работы. Первая зона смешивания, вторая пластикация. К этой группе относятся в частности тестомесильные машины системы Хренова, у которых месильные лопасти имеют небольшую рабочую поверхность и установлены на валу достаточно редко, чтобы при вращении перемешивать отдельные слои смеси, а не всю массу. Они обеспечивают сравнительно высокую интенсивность замеса при частоте вращения месильного вала до 260 оборотов в минуту. Третья группа. Одновальная тестомесильная машина с горизонтальным валом, на котором в начале размещен смесительный шнек с небольшой рабочей высотой пера, а затем радиальные цилиндрические лопатки. К этой группе относятся в частности тестомесильные машины агрегата FTK 1000. Для повышения интенсивности воздействия в корпусе месильной камере закреплен ряд штифтов. Выход теста из машины осуществляется через цилиндрический угловой патрубок, в котором обеспечивается некоторая пластикация теста. Наличие неподвижных штифтов позволяет повысить частоту вращения месильного вала и интенсивность замеса. Четвертая группа. Одновальная тестомесильная машина с горизонтальным валом, в начале которого закреплен шнек, а затем дисковая диафрагма и четырехлопастной пластикатор. В этой машине различное воздействие на отдельных стадиях замеса достигается изменением конструкции элементов месильных органов, работающих при одинаковой частоте вращения. По этой схеме работают тестомесильные машины фирмы Brandmaker, которые обеспечивают высокоинтенсивный замес. Рассмотренные выше схемы одновальных тестомесильных машин отличаются тем, что имеют две зоны замеса, но они не могут обеспечить независимое регулирование интенсивности замеса по зонам, поэтому не могут быть настроены на рациональные параметры в каждой зоне. Пятая группа. Одновальная тестомесильная машина с горизонтальной осью вращения, на которой в цилиндрической камере смешения размещен шнековый барабан с независимым приводом. В конической камере на валу закреплены месильные прямоугольные лопатки, а на стенках конической камеры неподвижные лопатки. Эта схема обеспечивает высокоинтенсивный замес и независимое регулирование интенсивности его отдельных стадий. Выходной патрубок выполняет роль пластикатора теста. По такой схеме выпускаются, например, тестомесильные машины Continua. Шестая группа. Двухвальные тестомесильные машины с горизонтальными валами, на которых закреплены Т-образные месильные лопасти. Эти машины имеют многоступенчатый привод, их конструкция позволяет повысить интенсивность замеса. Но на всех стадиях осуществляется однотипное и одинаковой интенсивности воздействие на тесто. Неудобная выгрузка и зачистка машины от теста. К такому типу относятся тестомесильные машины Х26А. Седьмая группа. Двухвальные тестомесильные машины с горизонтальными валами, вращающимися в разные стороны и закрепленными на них ленточными спиральными лопастями. Выходное отверстие машины снабжено регулируемой заслонкой, позволяющей регулировать степень заполнения месильной камеры теста. Интенсивность замеса и его длительность. В этой схеме, как и в предыдущей, на всех стадиях замеса на тесто оказывается одинаковое воздействие. Восьмая группа. Двухкамерные, двухвальные тестомесильные машины, на валах которых закреплены винтообразные лопасти, обслуживающие зоны смешения и замеса. Имеющие индивидуальный привод. А зона пластикации оборудована двумя четырехугольными проминающими звездочками с индивидуальным приводом. Отличающиеся чрезмерно высоким нерегулируемым механическим воздействием на тесто в зоне пластикации. К таким машинам относятся машины R3-HTO. Они обеспечивают высокоинтенсивную проработку теста в конечной стадии замеса. Девятая группа. Двухкамерные, двухвальные тестомесильные машины, у которых имеется отдельная смесительная камера с индивидуальным приводом. А месильная камера с независимым регулируемым приводом, включая две зоны замеса. Месильную снабженную шнеками и зону пластикации, рабочим органом которой являются кулаки, интенсивно проминающие тесто. На выходе из месильной камеры установлена задвижка регулятора консистенции. Тестомесильные машины такого типа выпускаются фирмой Werner & Federer. Тестомесильные машины суперинтенсивного замеса выделены отдельной группой. Они отличаются тем, что замес длится не более 20 секунд. Они отличаются тем, что замес длится не более 20 секунд при очень высокой скорости ротора и значительных механических воздействиях на тесто. Весь процесс включает только первую фазу замеса, механическое перемешивание компонентов и обеспечивается одним видом рабочего органа. Десятая группа. Тестомесильная машина с трехлопастным ротором, вращающимся в цилиндрической рабочей камере с высокой частотой, достигающей 1450 оборотов в минуту. Здесь смешивание компонентов осуществляется в тонком слое на поверхности цилиндрической камеры под воздействием лопаток ротора и сопровождается чрезмерным нагревом массы. Машина требует очень интенсивного водяного охлаждения. К этой группе относится, например, тестомесильная машина системы Прокопенко. Одиннадцатая группа. Тестомесильные машины с вертикальным цилиндрическим ротором, вращающимся в цилиндрической камере так, что замес осуществляется в тонком слое между двумя цилиндрическими стенками. Интенсивность воздействия не регулируется, обеспечивается только первая стадия замеса – интенсивное смешивание компонентов. К этому типу относится, например, тестомесильная машина R3-HTN-1. Двенадцатая группа. Тестомесильная машина с дисковым ротором, на котором размещены кольцевые выступы, а в щели между ними входят с небольшим зазором кольцевые выступы корпуса, образуя своеобразное лабиринтное уплотнение, в котором и происходит смесеобразование при высоких скоростях и интенсивном механическом воздействии на тесто. В Англии они выпускаются фирмой OAKIS для широкого применения в различных производствах. Кроме указанных выше типов смесителей и тестомесильных машин существует большое количество их разновидностей. Здесь мы рассматриваем только основные схемы, хорошо зарекомендовавшими себя в хлебопекарной промышленности. В этом видео мы рассмотрели кратко, что такое замес теста, а также подробно рассмотрели классификацию тестомесильных машин непрерывного и периодического действия. Благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на канал, поставьте лайк. Напишите комментарий, если вам что-то непонятно. Спросите у меня. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч.